МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знешнеэкономичные деяности региона и задачи на гэты год разглядали на посяджэнні гомерскага Аблвы-Канкама. Сёня свой юбилей отзначая корыфей гомерской журналистыки, гоноровый член Союза письменника у Беларуси поэт Мехась Булсун. И больш падрабязна об гэты ми не толькі. Сёня в нашей краине означается День оборонцову Айчыны и Узброенных сил Республики Беларусь. С гэтай нагоды во усіх районах в області проходять урочистості промеркованная да свята. Віншаванне ветеранов, ускладанне кветок да помнікаў і мемориялаў, концерты. У гомілі працтаўнікі улады і грамадскіх арганізацій, ветераны Вялікай Айчынной вайны і молаць сёня сабраліся ля Кургана Славы. Гэтай месцу васабляя саправдны гонор за ваенныя подвиги нашых земляков. На працягу 11 гадоў тут ладзіцца грамадзянска патріатычная акція «Беларусь – земля славы ратнай». За гэтай час Курган Славы папаўніўся зямлёў амальс трохсот гераічных месцаў. У дельнікі митэнгу узгадалі сторонкі военныя гісторы і ўсклалі вянкі і кветкі да Кургана Славы. Урокі вайны і іх наступствы не забываюцца. Младоўе пакаління сёня беражлі вашануе память пра людзей, які дазволіли им жыць падмірным небам. Ветераны ў сваючарго выказываюць надзею, што ця перешнім солдатам ніколі не прыдзецца прымаць ў дзел ў боевых дзеннях. Мы благодарны ветеранам за то, што ані завершылі такой подвіг, каторый вашёл ў исторію. Мы сяда будзем нести службу і памагаць людзям. У гэтай хвіліны пратягываюцца ўрачыстасці на площы працы, каля меморояла «Вечна огонь». Пасля ў Гомельскім обласным драматычным театры розпачнецца концэрт, прысвечэны святу. Пратягваем выпуск. Начальнік Галуўнага ўправлэння по рабоці са зворотамі грамадзян і юрыдычными асобамі адміністрацію президента Республікі Беларусь Рыгор Шлык праводзіць ў неогомілі прыём грамадзян. Сустрэцца з ўім пажадалі каля 70 іже хароў в області. З якімі пайтаннімі зверталіся людзі, ведаюць нашы корэспандэнты. Такая колька звернувшыхся тлумачыцца перш за ўсё тым фактам, што тым атыку прыёму некім адным накерункам вырашылі не обмяжоваць. Першая ж грамадзянка Вера Наздрын-Платницкая, агучывая адразу каля дзісятка праблем. Ад неэффектывнаці выкарастанні чэкаў майомас, высокага кошту імпартных лекал і низкі зарплат медыкаў, даработы жылёва камунальны гэспадаркі. По слову жанчыны, жырокі прыходзець позна, а таму часу аплатіць іх свае часова практычна не застаецца. Яшэдзян гамельчанін просіць да помахчыць прасулаткаваннім, каб не трапіць ўспіс утрыманцаў. Праблема ў тым, што былы водіцель маеццэлый шэрах захворванў, які сурьёзно уплываць на ёго професійные здольнасті. Гражданин Республики Беларусь, і мы не дажны ёго бросать думаць. Я панімаю, што здесь мы не дажны сёгодня обіцаць таву, чого не можем сделать. Ну, надо подходить. Тамара Фязько на приём прышла разом с племянником. У 2015-м годзе хлопец доглядаў за тяжка хворым. У Кастрышніку минулого года закончыў курсы повару, але просулаткавацца не змог. З улікам тяжкаго фінансоваго становише. Рашэння адназначнае. Неабходна да помахчы. Я прышла для трудоустройства сваёго племянника, што бы помогли трудоустроять его, моёго племянника. И, што бы освободили от налога этого затыняцтва. Всё решени за одну минуту. Я очень довольна и очень большое им спасибо. До решеникаторы гамельчане, які спочатку планавали прысті на приём по пытаннях уплаты сбору на фінансовання державных расходов, звернулися у створеную прыгарвы канками рабочую групу и отрымали станучы адказы. Калі своячасова звернуться за допамогою отповедной инстанции, значную частку проблем можно вырешать и без протягнения республиканских органов. На сегодняшний день стоит на учёте в качестве безработных, то есть люди, которые обратились как раз таки по вопросам оказания содействия в трудоустройстве, около 7 тысяч. Поэтому этим людям, естественно, в рамках действующего законодательства, в рамках имеющихся возможностей, используя активные меры содействия занятости, и оказывается помощь. Значная шастка пытанню, з якими пришли на приём гамельчане, тышалася земельных спрыжек. А про шатаго, ніхта не згодны со звольненням, нехта жидая полепшись жилёвые умовы. Частка пытанню вращается на месцы, а остальные берутся на контроль. Начальник Головного управления по работе со зворотами грамадзян и юридичных особ администрации президента Республики Беларусь Рыгор Шлык означает, мониторинг ситуации на месцах будет протягиваться и в дальнейшем. Выехать и посмотреть, встретиться с людьми, выслушать их проблемы, изучить, попытаться их решить. Это ещё раз показывает, что власть у нас для народа, ради народа. И мы, и в дальнейшем, ещё раз подчёркиваю, будем это практиковать. Сегодня, как я сказал, главная цель – это изучение той ситуации, которая есть на местах. Алисин Серов, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телер-радокампания «Гомель». Амаль 108% за мест 105%. «Гомельская область» по вынеках минулого года пера выканал один из головных прогнозных показчиков социально-экономичного развития – экспорт товаров. Выники знешней экономичной деятельности региона и задачи на гэты год разглядалися на сёняшнем пасядженне Аблвы Конкама. У минулым годе экспортные поставки мясомолочной продукции на российский рынок были обмежаваны. Як вядомы, у опошней час такая проблема возникает не у першыню. Али отставанне па знешним гандле у гэты галине было нивелировано паспяховой работой приватных организаций. Темп экспортного росту тут склау 120%. Что тычыцца промысловых гигантов региона, беларускага металлургічного завода и беларуснафты, то их знешняя экономичная деятельность была менш продукциейной, чем год тому. А вот гомсельмаш на двород с долю нарастить поставки за мяжу амаль на 40%. Меньше удалось працевали по экспорте по слух. Хуже складывались у нас ситуации с экспортом услуг. Здесь у нас три есть предприятия крупные, которые занимают 40% экспорте услуг. Они сработали с очень низким темпом. Это Запад Транснефтепродукт, который занимается перегонкой нефтепродуктов из Российской Федерации. Это наша известная компания Дельта, которая, к сожалению, снизила свои услуги в Российской Федерации. Это рейлпорт, который снизил транспортные услуги. Но если рассмотреть в целом работу всех остальных, почти тысячу предприятий, то и без этих трех, то мы бы сработали с темпом 105,4. То есть это говорит о том, что все остальные работали достаточно успешно. Подробный репортаж глядите у нашим вечерним выпуском. Мужчин водителям со святом сёння повиншовали девчины в форме супрацовницы ДАИ и МНС. На площади Ленина инспекторы спыняли автомобили, за рулем яких знаходилися мужчины. Их просили проставить супрацовницам ДАИ чистый талон, а коллегам с управления МНС вогнетушитель. Водители подтвердили свою добросумленность. Самый первый со спыненных аутоматров продемонстровал талон, но и ким не отзначено неводного порушения. И отрымал сувенир от державной инспекции. А вот вогнетушитель знайшовся только у третьей мауто. Выратовальники уручили водителю пожарный оповещальник. От шинной компании партнера акции кожного удельника отрымал сертификат на бесплатную диагностику автомобиля. Цитольки мужчинская гэта свята, День оборонцовой чины. Цит значают яго, жанчины у форме. А таксама дзея я крыхтуюць будучих оборонцовой чины. Абгэтами не тольки сёння. У промым эфиры будучи размавлять ведучие и гости программы «Добрый вечер, Гомель». Глядзите интерактивный проект телерадиокампании «Гомель» у 20.35 на телеканале «Беларусь-4». Телефануйте у студию по номер телефона 37-519. Сёня свой юбилей отзначая корыфей гомельской журналистыки уладальник широку литературных премий и гоноровый член Союза письменника у Беларуси поэт Михась Болсун. Михаилу Михайловичу испаўняцца 75 гадоў. Больша актры 10 годзі сваўго жыцця ён наддаў журналистыцы. Працаваў ў районках. Шмат гадоў прысвятіў ў Гомельскому обласному радыў. Пры гэтым вершы паэт долга пісаў у стол. Сёня мае некалькі выдадзіных сборнікаў. З'являецца лауреатам литературных премий і конкурсаў. Узнагароджаны знакам за вялікі укладу беларускую литературу. Радзіма пісьменніка Чачэршчына прызнала яго гоноровым жыхаром района. Калегі па праце і сябры кажуть пра Михаіла Михайловіча як прасчырага, ведлівага і працавітага чалавека. Неледзічына ўзрост, ён вядзі актыўны ладжыцця, працуе як журналист, пісьменнік і публіцыст, часта праводзіць творчае вечары і сустрэчы са школьніками. У 75 гадоў Михайл Болсун захаваў юнацкэ запал душы і рамантычны погляд на рычаіснасць. Калі я працавав журналистам, я вельмі мало пісав паэтычных твораў, бо хто ведая, што такоўа журналистыка, асабліва ў адделі інформацій, тоў добра гэта на сабе пазнав, што патрэбна і оперативна, і колькась па кожны дзень. І па гэтаму я, як кажыць, разписався, калі ўжо пайшоў на пенсію. Той час, які я працавав на радіо, гэта бадай был самый такы насычан. Нахэтым выпуск завершаны. У студы працавала Наталья Игнаценка. Усяго вам добрага і да новых сустречу ефіры.